В этом году мы планируем 7 тополей кранировать и 20 деревьев пустим под спину и под корень. Все деревья находятся на территории образовательных детских учреждений. Почему это выбрано? Было много заявок от директоров, соответствующих заведений с просьбой, что эти деревья представляют угрозу жизни и здоровья ребятишек, родителей, прохожих, потому что они находятся в зоне пешеходных дорожек и территории, где непосредственно есть игровые комплексы детей. Заложу вам, что до настоящего времени у нас на предприятии нет специалиста, занимающихся вопросом онкологии. А определить единолично или с помощью тех специалистов, которые у нас есть в организации, на пример дерева, подлежащего кранированию сусу, я достоверно не могу. Поэтому я включил своим сотрудницам подготовить соглашение о расторжении этого контракта. А деньги, выделенные на этой цели, направить на привлечение специализированной организации, которая сможет по всему городу Назарова определить те аварийные деревья, которые подлежат либо сносу, либо кранированию. Я услышала, что нет специалиста, который может провести экспертную оценку. Но вот эта сумма контракта, вот эти 96 тысяч, вы говорите, на эти деньги, на эти специалистов, которые произведут, они только оценку произведут? Да, они могут привести оценку. Ну, понятно, что они по запросу наших коммерческих предложений не дадут, сколько у них стоит обследовать там, скажем, каждое дерево. И в зависимости от этого мы можем заключить контракт на определенное количество деревьев, указав при этом наши, так сказать, прерывы. А я вам доложу, что за последние три года к нам в управление поступило нереализованные заявки, это от детских садов, школ и организаций, по спилу 111 штук, кранирование 105 штук, от жителей по спилу 75 штук, кранирование 13 штук. А если вспомнить то печальное заседание на депутатов с приглашением счетной палаты, где я был как бы расстрелян и распят, я не хочу и не могу позволить себе наступать на те же грабли и делать те же ошибки. То есть вы предлагаете вот эту цену контракта оставить, ну она понятна такова, то есть внести на бус, будем говорить, на опцион, да, с контрактом, когда вы хотите, в ТЗ внести еще экспертную оценку. И на основании этой экспертной оценки может быть снова выходить на, я полагаю, что мы в весенний период, куда высокое движение, вряд ли успеем. Вы идти с предложением к вам с соответствующей корректировкой и может в осенний период полноценно, полноправно произвести такие работы. Александр Федорович, ваши, конечно, аргументы сейчас понятны и мы готовы их принять. По расторжению контракта, по установлению экспертной оценки, скажите, пожалуйста, неужели для этого понадобилось дождаться марта месяца, чтобы весной это все не проводить? Неизвестно, какие будут ветра весной, летом и ждать это до осени, хотя вы говорили, что эти деревья явно угрожают в детских учреждениях. И сейчас, если бы комиссия в конце марта не была, которая, наверное, вас подвигла к решению этого вопроса, а почему вы раньше-то не думали? Вам деньги доведены были в бюджете, вы понимали, что уже заключение контрольно-счетной палаты было, расстрел был у вас здесь. Ну и работаете тогда с января месяца, расторгайтесь, уже бы сейчас были эксперты, что помешало? Ну, я приму ваш упрямок, но тем не менее, я же как нормальный директор жду, что ко мне придут нормальные специалисты, экология, в экологическом направлении. Кстати говоря, в Ачинске два месяца уже не могут найти в администрации, ну и плюс, может, нерасторгность наших специалистов. Я принимаю ваши замечания. У нас вариант один. Вы же пришли, сказали, у нас есть 300 тысяч, давайте потратим. Давайте, потратим. Результат от этого не будет. Для чего тогда мы их будем пройти? Тоже как-то не имею в смысле. Результат будет в том, что мы будем понимать, что это не самовольный спел-директор, а есть соответствующие документы той организации, которая имеет лицензии, СРО и так далее. Вы это понимаете, как деревья распространены? Я это понимаю. Я понимаю это прекрасно. Я говорю про то, что даже молодой кополь, который вырастет сегодня, распустится леску, летом будет два порыва ветра до 25 метров в секунду, его разломают. Максим Сергеевич, я с вами полностью согласен. Все наши деревья в городе, они переросли свой возраст. Вот. И их надо менять. Вот о чем мы и говорим. Но садиться в тюрьму буду один я. Вы это тоже понимаете? Понимаю. Поэтому давайте уже конкретное предложение. Пусть это будет 150 деревьев, 150 тысяч, на осень нам надо 450. Значит, соответственно, задача администрации города осени найти эти 450 тысяч рублей для того, чтобы выполнить эти работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!